Продолжение следует... От нескольких людей с одним и тем же вопросом. А что сейчас происходит? Представляете? Такой вопрос. А что сейчас происходит? Что сейчас в арт-бизнесе? А не надо ли подождать? Вот нанести к вам картину на аукцион, на торги, да? Или подождать? Это, конечно, меня всегда восхищают такие люди, которые задают вопрос, а что сейчас происходит? Вы новости, что ли, не смотрите, да? Что? Что? Где они прибывают, эти люди? Поразительно, поразительно. Тем не менее, они есть. И они, у них, вернее, есть хорошая картина. И они сейчас ждут или выбирают, или определяются. Вот их принести сейчас на аукцион или что-то подождать. И что сейчас происходит? В принципе, если оторваться от этого всего, да? Относительно. Вопрос не такой глупый, как может показаться. Или, скажем так, не совсем такой глупый, как может показаться. Я немножко вернусь в прошлое. Когда началась вопрос подождать, что сейчас происходит, он как бы имеет под собой второй план о сезонности. Мы его все время слышим. И сейчас прокрутите назад наши ролики. И там есть, когда я говорю про сезонность, в каком году. Оно, в принципе, присутствует. В принципе. Нас она касается меньше всего, потому что мы проводим торги через интернет. А здесь, в общем, неважно, где люди находятся. Сезонность подразумевает отпуска. То есть люди июль-август уходили в отпуска. И еще до интернетную эпоху это сильно драматическим образом сказывалось на продажах в арт-бизнесе. Поэтому многие галереи закрывались на этот период. Многие там начинали работать как-то день через два или аукционы, тем более. То есть это вот такой ярко выраженный был июль-август, мертвый сезон. Потом, как и во всем бизнесе, сентябрь-октябрь. Сентябрь начиналась какая-то движуха. Октябрь-ноябрь – это вот прям совсем такие активные бизнес-сезоны, под которые все все аккумулировали. И не только, кстати, арт-бизнес, но и весь остальной тоже самое. Потом, естественно, каникулы, те самые январские, новогодние. Тоже как бы спад. Ну и так далее, и так далее. Значит, когда это все, опять же, еще раз повторю, нас, аукцион RCL Info, который проводит свои аукционы через интернет, это практически не касалось. Наоборот, вот тот самый мертвый сезон приводил, на самом деле, к улучшению продаж. Потому что люди не отвлекались на текучку и на работу. А какая разница, где им было торговаться? Сидя где-то на берегу на пляже или еще в каком-то приятном месте. И спокойненько делали ставки и так далее, и так далее. Поэтому это уже нас не касалось. Но, тем не менее, вот эта память сезонности, она еще продолжала в головах сидеть. Значит, сейчас я не буду более подробно. Поищите ролики, мы на эту, разжевываем эту тему, там все понятно. Про ожидания, там еще, еще, еще. Сейчас, этот год, друзья мои, 2022-й. Вот мы его запомним, мы его запомним, конечно. Перед этим ковидные годы, правда, которые мы тоже вспоминали, да, с 19-го, там, с 20-й, 20-й, 21-й. Думали, что вот ковид, это прямо вот самое дно, днище, там все будет плохо с бизнесом и так далее. И, наверное, сейчас оказалось, это было очень хорошее время. Очень хорошее время. Как бы, не дай бог, нам с вами сейчас через некоторое время оказалось, что и этот год, 22-й, очень хороший. Вот так вот, представляете? Это я подвожу базу под сезонность. Так вот, те, кто спрашивает сейчас про сезонность, летом особенно, вот посмотрите наши летние ролики. И я тогда говорил, вот пока наступило это время какого-то относительного спокойствия, что где-то там идет спецоперация, где-то какие-то санкции, там кто-то как-то, люди, бизнес приспосабливается. Да, стало посложнее, да, стало похуже во многом, да, там стало что-то такое совсем неподъемное. Но, тем не менее, как-то немножко претерпелось. И тут вам, пожалуй, и вот люди тогда же говорили, а вот сейчас вот типа летний сезон, как бы предполагая отпуска, представляете? Это у людей, которые спасали бизнес или там оставались без работы и так далее. Но, тем не менее, вот ряд людей, которые живут этой несчастной сезонностью и продолжают жить, я к вам ко всем обращаюсь. Вот я машу рукой тем, кто вот это все это время продолжал держать в голове какую-то сезонность. Что как бы идет все как обычно, да, многие годы, ничего не изменилось. И, соответственно, были отпуска, сейчас они закончились, люди вот вышли, сентябрь, октябрь, ноябрь, тот самый активный бизнес-сезон и так далее. Друзья мои, ну, хоть бы новости, что ли, почитайте, ей-богу. Это просто потрясающе, потрясающе. Все лето мы говорили о том, что нет никакой сезонности, исчезла. И надо пользоваться этим затишьем, которое наступило, прямо сейчас пользоваться. Потому что, скорее всего, или возможно, велика вероятность, может стать хуже. И вот это хуже наступило. Вот в эту вашу пресловутую сезонность, повышенную, активную, осеннюю. В начале присоединения территории мы очень рады. Прямо официальным властям, мы очень рады и горячо поддерживаем. Горячо поддерживаем. А потом частичная мобилизация. Еще больше рады и еще больше горячо поддерживаем. Это я нашим, тем, кто наверху, очень рады. И так вот тем, кто про эту гребаную сезонность все время рассуждает, извиняюсь за непарламентские выражения. Вот я вас обращаю к этим событиям, которые произошли. Сейчас спасибо Собянину, который объявил, что план по Москве выполнен. От души просто кланяемся в пол за эти слова. Особенно тогда, когда они прозвучали. И мы отреагировали на них, напомню я вам. И поэтому те, кто сейчас говорит, что сейчас происходит и что делать, я отвечаю. Это вы сами посмотрите. Погуглите, новости задайте хотя бы. Вот это сейчас происходит. И пока наступило очередное время на затишье, если есть возможность, желание, потребность продать работу, вот как, например, вот эти. Они же не с потолка сваливаются. Деньги людям нужны прямо сейчас. Ждать категорически нельзя. Прямо сейчас. И еще успеете поймать этот момент и продать за какие-то относительно разумные деньги. А другие такие же люди, в таком же положении, только посмелее, побойчее, и у которых еще есть, слава тебе, Господи, материальная возможность делать такие приобретения, поймают этот момент. Поэтому единственный главный вывод – никакой сезонности. Вообще, забудьте это слово. И при нас здесь слух не говорите. Штраф 50 тысяч. Как тем, кто играет «Смоконзывод» и «Дым над водой» в музыкальных магазинах. Вот то же самое. Штраф 50 тысяч сразу. За любой вопрос о сезонности. Сейчас надо это делать. Немедленно. Прямо сейчас. Несите к нам картины, продадим, и все будет хорошо, хорошо, без всякой сезонности. Все вот так вот. Такое эмоциональное выступление. Такое эмоциональное выступление.